Наступает новый 2024 год и в свои права скоро вступит одно из самых могущественных и ярких мифических животных восточного календаря – зелёный дракон. А по казахскому календарю его символов станет улитка. По прогнозам историков, астрологов и других специалистов нас ждёт необычный, интересный и изобилующий событиями год. Чего именно ожидать? Что приготовить к новогоднему столу, как украсить ёлку и каким знаком зодиака больше всего повезёт в новом году? Расскажем прямо сейчас. Согласно китайской астрологии, каждый год имеет своего хозяина – существо, которое олицетворяет период и наделяет его определёнными качествами и характеристиками. 2024 год пройдёт под знаком зелёного деревянного дракона. Это мудрое мифическое существо способно подарить радость человеку. Но змея-ящер будет добр только в том случае, если отнестись к нему с должным уважением и ни в коем случае не дразнить хозяину года. Если углубиться в историю, то последний раз год улитки или зелёного деревянного дракона был в 1964 году. Известный учёный Мурат Сдыков рассказывает, что каждое столетие происходили важные события. И в 2024 нас ждёт также немало изменений. 1724 год – это год народного единения, чтобы бороться против иностранного джунгарского вторжения. 1824 год – это реформа Хана Букея. С одной стороны, с другой стороны – это окончание первого этапа конденсации в Казахстане. А 1924 год – это воссоединение Казахстана со своей исконной южной территорией. То есть каждые 100 лет совершились какие-то большие дела. Я думаю, что 2024 год тоже принесёт нам очень много хорошего. Но в любом случае хотел бы пожелать нашим землякам счастья, удачи, здоровья в новом году. И чтобы наш Казахстан просветал и в 2024 году сохранил себя как государство. И не только сохранил, но и сделал значительный шаг вперёд в экономическом, культурном и социальном развитии. Зелёный дракон, как говорят специалисты, на самом деле не такой страшный. Он приносит счастье и радость. Тем не менее, это мифологическое животное не терпит наглости и обмана, сообщает нумеровок. В этом году я могу выделить три знака зодиака, которым наиболее повезёт. Это тельцы, весы и скорпионы. У тельцов больше ожидается с позиции работы. То есть они именно могут преуспеть. Кто-то найдёт своё поприще, например, свою любимую работу. А кто-то может просто достичь каких-то хороших карьерного роста. У весов более идёт любовная сфера. То есть многие обзаведутся семьёй, детьми. Искренне им этого и желаю. А у скорпионов больше идёт в сфере недвижимости, денег, путешествий каких-то. Наиболее благоприятными цветами в 2024 году будут красный, золотой, серебряный. Использовать синий и белый специалисты не советуют. Дизайнеры одежды также дают свои советы, в чём встретить Новый год, чтобы это принесло хорошее настроение. По их словам, в моде снова яркие пайетки, стразы. Поэтому можно смело совмещать яркий низ и более спокойный верх. Не лишний будет брошь или другое украшение. Так как у нас предстоящий год будет год зелёного деревянного дракона, поэтому это все оттенки зелёного, очень благородный, будет красиво смотреться. Такой изумрудный зелёный, такие тёмные оттенки будут богато смотреться. Тем более не все любят блеск, не все любят пайетки. И для любительниц более спокойного, классического стиля я бы рекомендовала такие оттенки зелёного, изумрудного. И тоже их можно дозировать, либо тотал лук, либо какие-то аксессуары, элементы. Никто не прогадает, если включит в свой новогодний стиль какой-то элемент национального декора. Это может быть либо украшение, либо какой-то аксессуар интересный, сумочка, это может быть вышивочка, может быть ручная вышивка, всё что угодно. Очень важно правильно встретить Новый год, ведь от этого многое зависит. И вопрос не только в том, что надеть, но и что приготовить на стол. Дракон создание хищное, любит мясо и аппетит у него хороший. Елена Иванова – шеф-повар со стажем. Готовит она дома и на работе. В её списке новогодних блюд всегда найдётся то, что любит символ наступающего года. Телезрителям она рекомендует приготовить салат под названием «Огненный дракон». Для этого нам понадобится копчёная грудка, огурцы свежие, морковка, кукуруза, майонез. Для начала берём огурцы. Режем соломкой. Режем грудку соломкой. Ложим морковку корейскую. Кукурузу. И майонез. Наш салат готов. Для этого салата нам понадобилось минимум ингредиентов. Он готовится очень быстро. Он сытный и прекрасно подойдёт к вашему новогоднему столу. В качестве подарков на Новый год отлично подойдут живые цветы в горшках, одежда и аксессуары зелёного цвета. Подарки из дерева тоже будут кстати. К примеру, картина, посуда или мебель. Главное – поднять настроение и создать праздничную атмосферу. Олег Великий, Рустам Ищанов, Адельбек Исаков, Колыбек Акраб, Акжаик Акпарат.